Показатель материнской младенческой смертности рассматривается как один из основных критериев глобального индекса конкурентоспособности государства. Проводимые сегодня правительством Республики Казахстан мероприятия позволили улучшить показатели здоровья матери и ребенка, и об этом свидетельствуют следующие данные. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении по Республике за последние годы выросла более чем на 2,5 года. В динамике за последние 10 лет в стране отмечается рост рождаемости почти в 1,3 раза, естественный прирост населения возрос в 2,1 раза, материнская смертность снизилась в 3 раза, младенческая, с учетом перехода страны на критерии живо-мертвого рождения, рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения, в 1,5 раза. Снижение показателей материнской младенческой смертности было достигнуто благодаря принятию системных мер, которые были направлены на укрепление здоровья женщин и детей. Внедрены эффективные международные технологии. Это программа безопасного материнства, интегрированное введение болезни детского возраста и другие. В течение последних трех лет работает Республиканский центр координации внедрения эффективных технологий. В каждом регионе действуют на базе перинатальных центров и детских больниц учебные центры по непрерывному профессиональному развитию медицинских работников, которые оказывают непосредственно медицинскую помощь беременным, роженицам, родильницам и детям. Более 80% медицинских работников, как мы говорим, критическая масса родовспомогательных и детских организаций были обучены по международным стандартам. Значительно улучшена экстренная неонатальная педиатрическая помощь. Для оценки знаний и практических навыков открыты и работают два республиканских центра в городе Астана и Алмата. В последние годы на основе доказательной медицины усовершенствованы более 200 клинических протоколов, утверждены и используются в практике алгоритмы оказания неотложной помощи. В целях повышения эффективности и своевременности оказания медицинской помощи беременным и новорожденным детям, в том числе недоношенным, осуществлена регионализация перинатальной помощи. То есть все медицинские организации областей распределены по трем уровням в соответствии со степенью риска течения беременности и родов. В рамках Единой национальной системы здравоохранения почти в три раза увеличилась госпитализация беременных с факторами риска в перинатальные центры. Благодаря поэтапному увеличению финансирования, закупа необходимого медицинского оборудования для родильных домов и детских стационаров, оснащенность перинатальных центров уже сегодня варьирует в пределах 60-90%. Наряду с этим родильные дома, детские стационары в стране обеспечиваются современными дорогостоящими лекарственными средствами в полном объеме в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи для лечения и выхаживания недоношенных и больных детей. Хочу сказать, что Республика Казахстан – это одна из немногих стран, которые с 2009 года осуществляют конфиденциальный аудит материнской смертности, который рекомендован Всемирной организацией здравоохранения. На уровне министерства ежедневно проводится мониторинг критических состояний беременных, рожениц, родильниц, и за последние годы отмечается снижение на четверть, на 25% критических случаев в окушествии. Подобная тенденция сохраняется в первом полугодии этого года, и сегодня у нас зарегистрировано около 600 женщин, которые находились в тяжелом или крайне тяжелом состоянии во время беременности, которых удалось спасти. Отработана система работы консультативно-транспортных бригад для оказания помощи на месте и транспортировки женщин и детей на более высокий уровень. Реальную помощь оказывает Республиканская санитарная авиация. Бригадой специалистов проведено с начала года около 600 вылетов, при этом доля предоставления услуг беременными детям составляет 52%. Благодаря поддержке правительства Республики Казахстан на сегодняшний день финансирование Республиканской санитарной авиации увеличено, и в 2013 году составило 1,8 миллиардов тенге. Уважаемый Сергей Книгметович, доставка тяжелых больных, особенно рожениц и детей, в кратчайшие сроки имеет жизненно важное значение. В настоящее время у нас появилась возможность забирать пациентов из любой точки страны. Однако необходимо в каждом районе организовать площадки для посадки вертолетов и самолетов санитарной авиацией. И, пользуясь случаем, я хотела попросить вас дать протокольное поручение Акимовым по решению данной задачи. Значительный вклад в снижение детско-младенческой смертности вносит развитие высокоспециализированной медицинской помощи. Своё развитие получила детская хирургия, в том числе и кардиохирургия. За последние три года высокие технологии, выхаживание новорожденных, мультидисциплинарный подход в обучении специалистов позволит снизить смертность после операций с 30% до 15%. За последние 11 лет общее количество кардиохирургических операций увеличилось в 23 раза, в том числе детям в 4 раза. По итогам прошлого года выживаемость детей составила 93,2%, и это в основном благодаря использованию в практике современных методов лечения. В рамках реализации плана мероприятий государственной программы «Саламата-Казахстан» на уровне первичной медико-санитарной помощи в 2,3 раза увеличено финансирование дополнительных должностей медицинских сестер, социальных работников, психологов. Из республиканского бюджета на выплату стимулирующей заработной платы медицинским работникам первичного звена выделено 10,2 млрд тенге, что в полтора раза больше аналогичного финансирования в 2010 году. Ежегодно мы проводим профилактические медицинские осмотры детей до 18 лет с последующим динамическим наблюдением и оздоровлением. По итогам первого полугодия этого года профилактическими осмотрами охвачено уже 2,5 млн детей, из них на диспансерный учёт взято 41,5%. Проводится дородовый скрининг беременных на выявление врождённых пороков развития плода и наследственных генетических заболеваний. Необходимо отметить, что охват дородовым скринингом в Республике Казахстан сегодня составляет уже 75%. Последние три года в Республике поэтапно внедряется вакцинация детей против пневмококковой инфекции. На сегодняшний день уже 10 регионов страны охвачены данными видами вакцинации и к 2015 году все регионы будут охвачены данными видами вакцинации. Мы прогнозируем снижение смертности детей в результате на 20%. В рамках принятой в Казахстане модели первичной медико-социальной помощи созданы центры семейного здоровья с отделениями профилактики и социально-психологической помощи. При активном участии неправительственных организаций на основе государственного социального заказа созданы молодежные центры, центры здоровья, профильные школы здоровья. Для проведения независимой экспертизы результатов, проводимых правительством мероприятий, министерством в этом году была приглашена межведомственная группа экспертов Организации Объединенных Наций. Эксперты дали положительную оценку проводимых правительством масштабным мерам и подтвердили объективность регистрации детской и младенческой смертности. Таким образом, материнская и детская смертность в Казахстане за последние годы имеет тенденцию к снижению, однако не все резервы еще использованы. Несмотря на ряд мероприятий, рекомендованных регионам, республиканским штабам по принятию неотложных мер по снижению материнской и младенческой смертности, по итогам первого полугодия текущего года, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, показатель материнской смертности вырос в Павлодарской области, Атараусской области, Жамбулской, Акмолинской, Кустанайской, Мангоставской, Актьюбинской и города Астана. И, пользуясь случаем, я хотела просить Акимов еще раз вернуться к этому вопросу, взять на контроль исполнение всех рекомендаций республиканского штаба. В стране остается проблема здоровья матери. Экспертами ООН подчеркнуто, что в структуре младенческих потерь в 41,6% случаях это напрямую зависело от здоровья матери. И в этой связи хотелось бы акцентировать ваше внимание на следующем. В международной практике используются дешевые, но вместе с тем эффективные методы профилактики различных заболеваний путем обогащения принимаемых продуктов питания, необходимым для организма микроэлементами. Без значительных затрат на лечение такими способами можно существенно улучшить показатели здоровья населения, особенно женщин и детей. Мы предлагаем внимательно изучить этот опыт и поэтапно начать его внедрение у нас в республике, о чем вас проинформирует представитель детского фонда ООН в Казахстане Джон Кукита. Таким образом, на межсекторальном уровне мы могли бы реально начать процесс перехода общества к основам здорового образа жизни. Уважаемый Сергей Книгметович, уважаемые коллеги, по медицинским проблемам мы и дальше будем продолжать системные меры, направленные на диагностику, лечение болезней и их осложнений. Нам необходима сегодня информационная поддержка республиканских и местных СМИ по широкому освещению и пропаганде принципов здорового образа жизни, особенно в части охраны репродуктивного здоровья, солидарной ответственности семьи за здоровье. Кроме того, как вы знаете, в последнее время начата работа по масштабной модернизации службы скорой помощи. Каждая машина скорой помощи должна быть адаптирована современным требованиям и обязательно иметь полный набор медицинской техники согласно утвержденному стандарту. Поэтому просила бы регионы, учитывая эти требования, при самостоятельном закупе санитарного автотранспорта. В целом, целенаправильная работа центральных и местных органов показывает свою эффективность и, пользуясь случаем, мне хотелось бы поблагодарить регионы за понимание важности обсуждаемого вопроса. Надеюсь, что во втором полугодии мы сохраним эти темпы, чтобы качественно исполнить задачи, поставленные перед нами главой государства и правительством. Благодарю за внимание.